Митинг у стен киевской мэрии с утра повод повышения тарифов на проезд метро. От слов разъярённая толпа быстро переходит к делу. Выламывают дверь, идут в рукопашную. Охрана городадминистрации попытку штурма здания с трудом напресекает. Нападавшие оттеснены, но ненадолго. У центрального входа уже лежат покрышки. Остаётся только поджечь. Но и здесь охрана с милицией на готове. Огонь потушен, задержаны 4 человека. Однако митинг у стен мэрии продолжается. Люди требуют встречи с Виталием Кличко, чтобы городоначальник лично объяснил, почему цена на проезд подземки вдруг взлетела в два раза. Сколько можно? В прошлую сию стояли... Пожалуйста, верните нам Виктора Фёдора и Ютьяну Фёдора. Хватит. Власть должна договариваться, а не бросать людей. Мне это уже достало. Они испоганили наш город. Они разрушили нашу страну. Они продолжают её разрушать. Выйти к митингующим мэр так и не решился. Подорожание проезда вызвало настоящий ажиотаж. Последние дни люди массово скупали жетоны и талончики по старым ценам, что привело к большим очередям на станциях. В Киеве даже появился чёрный рынок по продаже жетонов. На фоне подорожания гривна сегодня установила очередной антирекорд. За чёрной пятницей последовал чёрный понедельник. Украинская валюта снова обвалилась по отношению к доллару и евро. И это, говорят эксперты, не предел. У государства сейчас просто нет резервов, чтобы удержать курс. За одну ночь наш государственный долг по новому курсу вырос с 72% ВВП до 100%. Это предел стабильности, или точнее предел нестабильности для всех развивающихся экономик. Что мы будем с этим делать? Как работать с этим новым государственным долгом? Впрочем, у правительства сейчас кажутся другие заботы. В политических верхах главная тема – отставка генпрокурора. Весь день украинские СМИ, соваясь на свои источники, заявляли, что это уже свершившийся факт. И что ещё в пятницу после выступления в Верховной Раде Виталий Ерема написал президенту заявление об отставке. Главные получатели выгоды с этого процесса – это группа Коломойска. Во-вторых, очень большая конкуренция, есть целая группа людей, которые хотят больше влиять на прокуратуру. И некоторые из них видят себя на роли генеральной прокуратуры. Это начиная от Егора Совалева, депутата, заканчивая господином Луценком, который является на сегодня руководителем фракции блока Петра Порошенко. Но у него тоже прослеживаются амбиции стать генеральным прокурором Украины. К вечеру информацию об отставке Еремы стали подтверждать и депутаты из партии Порошенко. Якобы исполняющим обязанности генпрокурора будет назначен нынешний заместитель Еремы Виктор Шокин. Но в Киеве всем очевидно – эта фигура временная. Ясно, что сейчас в кабинетах власти идёт борьба за влияние. Отставка Еремы, уверены эксперты, это серьёзный удар по позициям Порошенко. Сможет ли президент назначить нового генпрокурора из числа своих сторонников, либо важный пост займёт кто-то из числа его противников. Вопрос, который пока остаётся открытым. Продолжение следует...